Всем привет! Меня зовут Женя, и это очередное видео на тему, как я учусь рисовать. Я проходил разные курсы, от начинающего художника до продолжающего. Первый был в 2015 году, второй вот недавно закончился. И я очень хорошо прокачал в целом и анатомию, и рендер в каких-то деталях. Но самое основное, что я упустил из виду, это композиция. Композиция, на мой взгляд, показалась самой недоступной и самой сложной. И в этом видео я бы хотел с этим разобраться. То есть я не гарантирую, что здесь будет какая-то информативная и образовательная ценность. Есть множество правил, которые я узнал, и этими правилами я постараюсь с вами поделиться и рассказать, как я их понимаю, насколько это возможно. Хотя не все правила мне понятны, и не все нюансы мне известны. Само слово композиция означает, если коротко, гармоничное расположение объектов на плоскости холста. Сравнить понятие композиции можно с гармонией в музыке и даже с приготовлением пищи. Каждый может приготовить суп, но не у каждого этот суп будет съедобным. В музыке есть гармония, которая четко подчиняется правилам. Я сам изучал эту гармонию и знаю, что такое элементарная теория музыки, как в целом связываются между собой ноты. Но в изобразительном искусстве я пока еще этого не знаю. Я не знаю, как связываются между собой объекты. Единственное, что я понял, это некие три условия, которые работают для всех. И первый нюанс – это восприятие. К нему я отношу такую вещь, как контрастный объект. То есть на плоскости холста мы в обязательном порядке увидим какой-то объект. К правилам здесь можно отнести центр композиции, вокруг которого строится, собственно говоря, сама композиция. И вот он, например, центр. И если от центра я нарисую объект какой-нибудь вот сюда, я создаю динамику. И эту динамику могу всячески подчеркивать направляющими линиями. Второй момент, очень важный – это контекст. В данном случае очень важную роль играет практически все, начиная от формата изображения. То есть это либо будет портретное разрешение, либо ландшафтное. И такие есть нюансы, как, например, направление вперед-назад. Вот. Оно воспринимается как слева направо, справа налево. Ну, вверх-вниз. Так, типа, будет подъем. Так будет спуск. Плюс еще у нас есть такое восприятие времени, что оно движется вперед. И, соответственно, все, что изображено здесь, если это человек, опять же, человек, тоже входит в контекст. То есть мы его сразу видим. Он первичнее, чем контрастный объект. Так вот, если мы видим человека, расположенного здесь, то он, как правило, может идти вот сюда. Если здесь расположен какой-то объект, то он будет создавать препятствия. Это что касается именно правил. В контексте очень важны детали. Если мы рисуем какой-то портрет, то мы с помощью деталей обозначаем характер этого персонажа, портрета. Это может быть кто угодно и что угодно. Так же в контекст входит такая вещь, как вверх и низ. То есть не только направление вверх или вниз, но и вверх – это небо, вниз – это земля. И следующий момент – художественные приемы. В качестве художественных приемов как раз таки и выступают изменение ракурса, положение горизонта. И даже если речь идет о небе и земле, то можно это дело перевернуть. Некие приемы, которые есть вообще. То есть, например, если мы вернемся к восприятию. Восприятие как таковое, оно полностью основано на контрасте. То есть мы выделяем контрастные объекты. Так же к восприятию можно отнести людей. Они хоть и относятся к контексту, все эти вещи, они взаимосвязаны. Все равно мы выделяем, наше восприятие выделяет людей, потому что мы сами люди. Но и также живые существа тоже выделяются автоматически. То есть если ландшафт будет изображен, и там будет изображен суслик, мы его автоматически воспримем как суслика. То есть никакой проблемы в этом не возникнет в восприятии. А то, что касается контекста, то здесь самым интересным моментом является то, что я лично для себя как понял – считывание информации. Как правило, контекст используется в иллюстративном понимании. То есть когда мы смотрим на иллюстрацию и понимаем, что там происходит, вне зависимости от того, читали мы книжку или знаем мы этих персонажей в целом или нет. Мы можем четко определить для себя, кто здесь герой, а кто злодей. Особенно если идут два объекта, и нам нужно понять, кто они – герои или злодеи. И как правило, в этом контексте, в фильмах это очень видно. Независимо от того, смотрели мы фильм или нет, просто остановили на каком-то кадре случайно, мы понимаем, что вообще происходит по большей части. В этом нам помогает как раз-таки условность такая, как контекст. А художественные приемы лишь усиливают контекст и усиливают восприятие. Художественные приемы являются, по сути, таким инструментом, во-первых, благодаря которому мы, собственно говоря, и рисуем. Не зная этих самых приемов, можно нарисовать, в принципе, что угодно, но оно не будет никакого веса иметь. То есть у нас будет свой собственный контекст, у нас будет естественное восприятие, но без художественных приемов мы не сможем этот контекст выразить и не сможем усилить восприятие зрителя. Это то, что я понял. То есть художественные приемы очень важны, как и контекст, как и восприятие. Если восприятие первично, оно относится к следующему. Мы видим холст целиком. И все, что попадает в поле зрения, если это контрастные какие-то объекты, то они автоматически выделяются. Вот я сейчас нарисовал примерную ситуацию из известной картины Репина. Не ждали. Вот пример для восприятия. В первую очередь мы обращаем внимание на этот объект, потому что он находится слева. А так как мы читаем слева направо, мы обращаем внимание на него в первую очередь. Он смотрит на нас, лицо повернуто к нам. Это усиливает момент восприятия именно этого объекта в первую очередь. Создается контекст, ситуация. Данная поза может восприниматься так же, как поспешно вставший человек там, или вот он разгибается. Почему я понял, что он разгибается, этого я не знаю. Но эффект есть. Он создан, вот я пока еще не знаю, за счет чего. Именно, наверное, за счет позы. Ну и в целом данная картина уже содержит в себе контекст, который заложат в названии. Это не ждали. Еще один момент, который влияет на контекст и на восприятие в целом. Я буду говорить непосредственно о контексте. Вот у нас объект. Раз и два. Мы их сразу же восприняли. Далее работает контекст. Он нам показывает эту эмоцию и вот эту эмоцию. Причем эмоцию он показывает как посредством тела, так и посредством фигуры, позы. Помимо всего прочего, тут играет явный контраст эмоций. И мне чем эта картинка именно и понравилась, что здесь яркий очень контраст эмоциональный. Что в одном случае повар очень подозрительно смотрит на ложку и не верит своим ушам насчет того, что соус великолепный, а другой его как бы восхваляет. Очень интересная в данном случае композиция. Художественные приемы здесь расположены, ну, во всяком случае, для меня не слишком явно. Но я так полагаю, что вот это вот явление считается направляющей. Мы входим сюда. Видим вот этот объект. Это позволяет нам как раз таки восприятие. Далее мы смотрим сюда. Здесь явный четкий контраст. Черного с белым, с красным. Здесь явный четкий контраст. Это усиливает наше восприятие этих объектов. Без художественного приема мы бы, наверное, если бы, например, эти стены были закрашены в белый, даже с учетом воздушной перспективы, даже с учетом того, что там тень, мы бы хуже воспринимали этот объект. Здесь же, в свою очередь, стены достаточно красные. Поэтому, в первую очередь, мы воспринимаем этот объект и воспринимаем его как устойчивую фигуру или как нашего героя, к которому мы импонируем, с которым мы сопоставляем себя. Здесь же, как я, ощущаю противоположность. То, что мне не нравится. Тот герой или тот персонаж, который второстепенный. Вот он против меня, скажем так. Здесь я, здесь кто-то второй. То есть, это и есть своего рода контекст. Так он и работает. Еще очень важный момент, который влияет на контекст восприятия, в какой-то степени на художественные приемы, это цвет. Про него я расскажу чуть позже. Точнее, возможно, даже в следующем видео. Потому что я не до конца сформулировал для себя его значение в изобразительном искусстве, его влияние на композицию в целом. Продолжая о композиции. Есть правила, которые я воспринимаю как условности. Ну, точнее, эти правила, они не как в гармонии музыки работают. Но точно, если все правильно сгармонировать, все правильно поставить, то эти правила проявят себя с наилучшей стороны. То есть, картинка будет четкой и ясной. В этом смысле очень хорошо работают иллюстрации. Иллюстрации как раз-таки нам показывают, как и где работает восприятие, и где работает контекст. Плюс художественные приемы нам это дело подсказывают и усиливают. Сразу понятно, что происходит. Вне контекста. То есть, я не знаю, допустим, даже если я не знаю, кто это, я переживаю этому персонажу, потому что он расположен по центру. Я не знаю, допустим, кто это, и в то же время я смотрю на этих персонажей и вижу, что этот главный, этот второстепенный. Ну и лев. Твои в лодке, не считая собаки. Касательно комиксов. Я срисовал вот эту картинку отсюда. Здесь контекстные моменты, объясняющие ситуацию. Но даже без них, в принципе, особо не теряется смысл, и мы прекрасно видим, что здесь происходит. Такая же ситуация и тут. Сейчас я с вами хочу рассмотреть огромное количество картинок. Это кадры из фильма. Кадры из фильма, на мой взгляд, наиболее мощное подспорье для изучения композиции. Правда, композиция ландшафтная, потому что в портретном режиме фильмы не снимают, но я думаю, что не особо это большое ограничение, что ли, в плане изучения законов композиции, в плане изучения того, как это работает. Мне кажется, что в первом и втором варианте композиционные правила одинаковы. Есть единственное различие, это, собственно говоря, портретный режим, но портретный режим он сам за себя говорит, что тут в основном изображается портрет. А также здесь очень легко изобразить очень высокий объект или большую высоту в плане падения. То есть очень хорошо можно показывать высоту, ну и какую-то эмоцию, какое-то лицо. то есть в этом плане портретный режим лишь усиливает момент восприятия именно какого-то лица или какого-то объекта, находящегося в высоте. Ну или вообще в целом. Даже если это будет ландшафт или какой-то натюрморт. То есть правила, в принципе, те же. Только рамки, они немножко подчеркивают эту вещь. Плюс. Вот касательно правила композиции, касательно правила композиции, я воспринимаю себе так. Такое явление, как центр композиции. Для меня в портретном режиме центр композиции примерно там, где в двери находится дверный глазок. или как у кают двери. И это центр композиции. Все, что размещено здесь, будет автоматически восприниматься наиболее остро. То есть если здесь расположен портрет. Если даже здесь расположены глаза, например. То есть вот так вот глаза. И далее уже от этого центра можно отскакивать. То есть варьировать динамику. Это так я воспринимаю. Здесь та же самая ситуация. Представляем себе дверный глазок, но на особой двери, которая вот такая вот. Упала дверь. То есть не здесь будет дверной глазок, а посерединке где-то. Где-то в начале 3-3. Между третьей, третью. Ну то есть вот так вот. Если разделить, то композиционный центр будет где-то здесь. Может даже чуть-чуть пониже. Вот так. Но не четко посередине. То есть он будет где-то так. Он будет размещать в себя эту середину и верхнюю часть. Это правило. И мы его сейчас посмотрим. Начинать рассматривать композицию в кадре можно хоть с какого кадра, хоть с какого фильма. Я для себя здесь огромную подборку сделал. Я постараюсь рассказать, почему эта подборка именно такая. Здесь я разместил разное. Просто потому, что пока не нашелся определить, к какой категории эта картинка относится. Начну я, наверное, все-таки с симметрии. Это второй столбик. В симметрии очень важна как раз-таки эта симметрия. И для меня все рисунки или картинки или кадры из фильма, где есть вот эта четкая симметрия, прослеживается. Такая композиция, она спокойная. Ну, так во всяком случае мне говорили. Я тоже это, в принципе, воспринимаю как спокойно, потому, что здесь нет никакой динамики. Все объекты расположены строго по центру. А значит, что, во-первых, я их воспринимаю сразу, сразу вижу. Ну, во-вторых, это позволяет мне что в одну сторону одинаково смотреть, что в другую сторону. То есть расслабленно, не обращая внимания на какие-то другие детали. Рассмотрим вот эту композицию. Кадр из фильма «Син Сити». Здесь четко прослеживается симметрия, но она нарушается посредством вот такого вот движения. Сюда. Old man died, young girl lived. Старик умирает, девочка живет. Все здесь подчеркнуто вот такими вот вещами, направляющими, которые создают свой ритм. А если обратить внимание на этот кусок, то он как бы символизирует, наверное, все-таки движение вперед. Что несмотря на то, что старик умирает, движение вперед продолжается. Вот посредством вот этой девочки. Такая вот достаточно интересная композиция. Я не стану слишком углубляться в сюжеты, просто буду смотреть и рассказывать о том, что понимаю я. Почему я это вижу и так далее. Здесь кадр из фильма «Королевство полной луны». Четкая симметричная комната, симметрично расположенные дети. Все усиливается прям полнейшей симметрией в окружении. И я только сейчас начал понимать, что этот кадр не просто спокойный, а, во-первых, уравновешенный. Уравновешенный не столько вот какими-то вот такими деталями, это не для равновесия расположенный здесь, то он скорее для какого-то намека, то есть для какой-то динамики. Но в целом он уравновешивает вот этот, например, объект. Даже в сочетании вот с этим черным пятном темным. Здесь порядок. Вот что я вижу. Я вижу порядок. И во всех симметричных картинках я вижу исключительно порядок, некоторую строгость. Строгость, которая подчиняет себе все и всех. В первую очередь я обращаю внимание на девочку. И далее вот на вот этот вот четкий ансамбль из детей. И далее ансамбль из деталей. Вот рамочка, которая отделяет вот этого ребенка. Он какую-то свою роль сыграет в истории. Я выделяю кошку. Я, естественно, это все не сразу заметил, то есть посредством длительного рассмотрения. И всегда задаюсь вопросом, как художник, в данном случае оператор, режиссер, пришел к такому решению, что нужно изобразить вот такую вот историю. То есть, почему он решил именно так это все дело изобразить? Даже нет, не такой вопрос меня интересует. Как он добился того, что я воспринимаю эту картинку как порядок? С помощью направляющих четких, ровных направляющих. Которые вроде бы и поддерживаются вот такими вот кривыми, но в то же время они все прямые и ровные. А далее это просто перспектива, которая подчеркивает расстояние. Некий художественный прием, который заставляет нас смотреть исключительно в центр. Наверняка, когда он строил эту композицию, потому что мне кажется, что все-таки строят сперва на бумаге, а затем уже снимают. То есть, ставят сцену и располагают на ней актеров. В изобразительном искусстве, мне кажется, та же самая тема. Мы можем взять этот кадр и просто перерисовать его, и получится картина. И получится картина, которая содержит в себе такую вот информацию. Некоего состояния покоя и в то же время состояние такого порядка. Именно порядок. Тут самое такое подходящее слово, что здесь порядок, чистота. И она вот такими вот вещами поддерживается. Что я вижу на этой картинке? Она тоже максимально симметрична. Я вижу спокойное море, достаточно спокойное небо, полную симметрию, сочетание вот этой вот штуки, вот этой вот, ну то есть такое вот расположение объектов. Вот он, объект стоит перед нами. Мы на него обращаем в первую очередь. Он смотрит как будто бы на нас. Мне не столько важен контекст, сколько ответ на вопрос, как художник решил эту тему изобразить. То есть, как он пришел к такому выводу, что вот эти все объекты нужно расположить именно таким образом. Я пока еще этот вопрос оставлю для себя открытым. Динамика создается посредством слегка наклоненной позы. С-образной. Но опять же это подчеркивает лишь то, что перед нами живой человек, а не кукла. Данный кадр из фильма «Священная гора» 73-го года. Очень рекомендую посмотреть. Очень странный фильм, но в то же время очень красивый в плане постановок кадров. Они как будто бы издеваются над нами. И, соответственно, не каждый этот фильм поймет. То же самое. Максимальный покой. И человек сидит в покое. Полная симметрия, но есть отличия. Белый, черный. Козлы одинаковые. Мужчина полностью симметричен. И все это подчеркивает небольшой площадочкой такой. Так художник пришел к такому решению. Почему он выбрал именно эту композицию? Здесь вот презентативная какая-то ситуация. Допустим, я подошел к этому человеку и вижу вот его. Вот композиция из сериала «Легион». В первую очередь я обращаю внимание на вот этого персонажа. Он находится слегка ниже центра композиции. Плюс мы видим, что здесь не совсем симметрично все расположено, но сами объекты расположены симметрично по отношению к кадру. Данная ситуация достаточно спокойная, только вот взгляд персонажа неспокойный. И он выделяется, этот персонаж. Когда художник ставил этот кадр, он четко понимал, что он хотел сделать. А еще есть кубы. И эти кубы четко дают нам понять о том, что данные персонажи в максимальной гармонии, потому что куб, как и квадрат в целом, является чем-то максимально нерушимым, гармоничным, четким и правильным, как закон. А этот персонаж, он как раз таки все законы нарушает и находится вне гармонии. И я лично для себя вижу, что она притворяется. Она сидит здесь не для того, чтобы понять эту гармонию, а просто потому, что все так сидят и она не знает, что делать дальше. Как художник этого добился? Почему он решил сделать именно так? По идее, он мог слегка отойти в сторону и здесь бы была гора. Ну, то есть симметрично. А актеры заставил бы смотреть прямо на нас. И в этом смысле я бы понял, что она заодно с этими двумя. А так, я смотрю, она не заодно с ними. Она как бы против них. И вот-вот начнет с ними драться. И еще цветовой тональный контраст, что на ней темное, на них другого цвета. Очень интересная композиция в этом плане. Ракурс снизу, то есть взгляд снизу вверх. В некоторые моменты, когда я смотрю на такие кадры, я задаюсь вопросом, кого я вижу? Героя или врага. Здесь кадр из сериала Мир Дикого Запада. Как я воспринимаю этого персонажа? То, что он находится слева, может говорить нам о том, что он герой. Ну, опять же, по восприятию. Вот эти направляющие четко это дело подчеркивают. Но в то же время я от него чувствую исходящую угрозу. Он может меня в любой момент убить. Наверное, потому что это вызвано каким-то цветовым решением. Почему художник сделал именно такой кадр, я не знаю. Но более того, смотрите, вот эти объекты, они замылены. Кадр снизу вверх, показывающий лицо, обращающий внимание на лицо. Тут становится ясно, даже вот свечение какое-то создает некую ауру святости, что ли. Это подчеркивает не столько святость, сколько уважение к нему, какое-то почтение. И мы смотрим на него снизу вверх. И не важно, что он известный персонаж известного сериала. Та же ситуация тут. Несмотря на то, что этот персонаж смотрит совершенно в другую сторону, я испытываю к нему некое глубокое почтение, хотя и в то же время какую-то угрозу. С помощью вот этой вот линии и вот этих всех. Они расходятся в разные стороны. Но опять же, это надо смотреть в контексте сериала. Здесь ракурс снизу вверх. По идее, я должен воспринимать этого персонажа как того, кому я сопереживаю, сочувствую. Но мы смотрим направляющие, подсказывают нам, куда смотреть. Они показывают нам вот этого персонажа, он и больше по размеру, ближе к нам. И в этом смысле справа налево слегка немножко неправильно читается. Этот персонаж повернут как бы в прошлое по временной шкале. А этот персонаж повернут в будущее. И контекст здесь как раз таки вот именно в том и заключается, что этот выбивает из него скажем так будущее, а этот все думает о прошлом. Ну, это исключительно мое личное мнение. Плюс ко всему я смотрел этот фильм и прекрасно понимаю, что это за сцена. Но то, что художник подчеркнул четкой направляющей, плюс здесь какие-то тени, которые это дело подчеркивают, это дает нам возможность взглянуть на этого персонажа как на того, кому мы можем сопереживать. Если бы я контекста не знал, все равно, мне кажется, я воспринял бы вот этого персонажа как агрессивно настроенного. Ну и плюс его эмоция достаточно агрессивно настроена и взгляд направлен на этого персонажа. И тут еще кровь на черно-белом она очень сильно выделяется. То есть мы будем обращать внимание как вот центр композиции. Мы пошли сюда, обратили внимание на этого персонажа. Но и обратили внимание на этого. То есть если учитывать, что наше восприятие видит всю картину целиком, в первую очередь мы посмотрим сюда, потому что направляющие, это направление усиливает это движение взгляда. Ну и заодно захватим взглядом вот этого персонажа, который тоже смотрит на него и будем сопереживать именно этому человеку. Здесь же, несмотря на то, что объект чутка левее центра, если так вот смотреть, хотя все-таки больше по центру. Вот такой вот кривой обозначен условный, да, с помощью таких вот линий я вижу еще вот такие вот направляющие. Только направляющие я и вижу. Я вижу персонажа снизу вверх и я испытываю к нему уважение и даже какого-то рода защиту. Он смотрит не на меня, он смотрит куда-то в другую сторону вдаль. Он собирается что-то совершить, может быть даже отомстить обидчиком. Ракурс сверху вниз. Учитывая направление слева направо, что вот это движение оно все-таки больше направлено вправо, плюс мы видим четкую рамку, плюс мы видим вот такие вот направляющие, поддерживающие эту рамку что ли. И плюс мы видим направление самого вот этого персонажа и направление его движения. то есть тут я понимаю что это герой а это злодей. Если я трансформирую эту область отразю ее по горизонтали то вот этот объект будет мной восприниматься как положительный. Я его не совсем буду воспринимать как положительного. Возможно я буду воспринимать его как вернувшегося отомстить. Тогда это будет злодей. Но он отображен в первую очередь. Я вижу то есть я чувствую угрозу с этой стороны и не совсем сопереживаю этому персонажу. Это опять же мое личное мнение. Та же ситуация здесь например. Посмотрим как это работает здесь. Есть направляющая есть первый персонаж есть этот персонаж. Я видел похожий кадр из детективных сериалов и я точно помню что злодей преступник сидел здесь. А главный герой полицейский или кто стоял там. И даже если ракурс был примерно похож снизу вверх я воспринимал этого персонажа как злодея. И не совсем собереживал ему. Но в данном случае кадр неустойчивый. Именно потому что здесь больше акцентов. Этот акцент притягивает к себе внимание и мы этого персонажа не сильно воспринимаем. Всерьез. Хотя у него тоже есть некие акценты красные. Но они не сильно заметны например как здесь. Но если мы вернем ситуацию обратно все становится на свои места. Мы считываем картинку слева направо и четко представляем себе что отсюда исходит угроза сюда. Если мы повернем вот эту сцену насколько она будет читаться как положено. Я воспринимаю это так. Здесь персонаж едет вперед а здесь возвращается и смотрит в будущее. Что вот скоро он он сейчас заберет что-то и поедет обратно. Я никакой угрозы не воспринимаю это достаточно статичный персонаж статичный статичное положение просто потому что он расположен по центру. И опять же дверной глазок. Мы видим взгляд в первую очередь. И тут целое контрастное пятно оно заставляет нас рассматривать персонажа рассматривать лицо. Та же ситуация и тут мне кажется. Никакой реакции. То есть я воспринимаю себе эту ситуацию одинаково. Что так он смотрит на меня что так. Но есть небольшое все-таки разница небольшая есть. Если так он смотрит как бы на нас рассказывая какую-то ситуацию рассказывая какую-то информацию то здесь он нас спрашивает типа те непонятно Карл Карл надо было сюда этот кадр поставить. Что касается вот этого кадра тоже очень интересный и очень интересно рассмотреть в другой перспективе в другом восприятии. Мы видим вот такую направляющую которая поддерживается здесь вот так и вот так и вот в этот момент я ощущаю острую угрозу от него он злодей. почему я это ощущаю я не знаю может быть посредством направляющих но я запомню вот этот момент и если мне нужно будет расположить какого-то злого персонажа или персонажа готового совершить какое-то злое преступление убийство например я буду думать именно так я буду располагать его где-нибудь здесь посредством направляющих создавать вот это вот ощущение которое я сейчас испытываю но если я буду вот так рисовать то ощущение что я испытываю какой-то страх по отношению к этому персонажу исчезнет он будет потому что персонаж с пистолетом в принципе страх вот есть но какая-то надежда будет контекстуальной интуитивной надежды все-таки будет присутствовать наверное это еще связано с тем что во-первых это робот и они изменчивы они понимают свою природу но в конечном итоге они поймут что они робота они люди и мы будем им в какой-то степени сопереживать и данные кадры даже данная вот условность она подчеркивается как раз таки тем что некий некий дисбаланс вносится в такую вот иллюстрацию вот картинка мне она очень нравится злодей добрый персонаж направляющие подчеркиваются сам персонаж и вот такая вот линия плюс тень его вот такая большая тень которая усиливает его давление некую напряженную ситуацию если мы посмотрим на этот кадр немножко иначе изменим вектор восприятия я уже больше сопереживаю этому персонажу хотя изменилась всего лишь только ориентация картинки так я меньше сопереживаю этому персонажу и больше этому а здесь я чувствую что она что-то напакостила там или еще что-то извиняется там не знаю а здесь он обвиняет ее она не виновата но это если без учета контекста это исключительно мое восприятие но опять же оно вызвано тем что я смотрел этот фильм скорее всего но кадр именно такой здесь восприятие сверху вниз связано с тем что данный персонаж маленького роста а здесь восприятие сверху вниз немножко уничижительно смотрится специально со стороны как бы еще более крупного объекта мы смотрим на них и у нас создается впечатление насколько они маленькие миленькие такие и прям им хочется помочь а огромные глаза прям вписываются в этот сюжет показывают нам мне еще нравится что они слегка в сторону от центра ну как нравится это просто я обратил на это внимание мне это понравилось и есть вот такие вот направляющие которые создают некое условие покоя в то же время некое напряжение потому что данные линии они не четко горизонтальные или вертикальные но они перпендикулярны друг другу и тут еще ромбики какие-то мне кажется это какой-то подтекст связанный с обманом потому что есть такой код связанный с ромбом то ли король обманом то ли еще какой не помню следующий ряд картинок связан с направлением но тут все достаточно просто мы видим персонажа и видим куда он идет видим персонажа и видим куда он идет при этом ритм я не знаю почему но ритм для меня лично это нечто такое что очень сложно объяснить если в музыке ритм он понятен его можно услышать и пощупать что ли самому настучать этот ритм то в картинке в изображении ритм создает элемент шума гармонирующего с некой пустотой тем более что помимо этого ритма вертикального да помимо еще также горизонтального маленького ритма и здесь еще тоже ритм создается вот такая вот ситуация с дождинками которые тоже имеют свой ритм свою ритмику и против этого дождя против этого направления движется персонаж он идет против ветра что ли направление назад так это направление исчитывается здесь побег все достаточно четко и ясно причем если обратить внимание на то что здесь ритм реже но в то же время здесь он прям частит рябит та же ситуация тут рассмотрим ситуацию с наверное здесь сбегают они сбегают это я четко вижу возвращаются куда-то здесь бегут вперед просто вперед не важно куда пространство достаточно открытое здесь они сбегают почему я это так воспринимаю не знаю мне кажется что это так здесь очень характерный но очень интересный кадр в том плане что здесь огромная пустота ну в принципе еще здесь вот такая вот граница она подчеркивает что сюда нам уже не войти ну то есть здесь нужно постучаться и так далее то есть это препятствие и персонаж движется вот сюда возвращается отсюда я воспринимаю это именно как возвращение подчеркивающие вот эти вот движения линии говорят нам о том что он ушел именно отсюда но это лично мне говорят не знаю кому нам это кадр из алиты боевой ангел я очень долго рассматривал этот кадр естественно у меня свои мысли по этому поводу появились и я рассматриваю его с разных сторон с разных ракурсов флип по-разному давайте для пример как этот кадр воспринимается с другой точки зрения я увидел следующее я увидел вот эти направляющие и собственно сам бег увидел некое вот такое вот движение которое идет по окруженности против часовой стрелки есть ощущение что они едут как будто мы назад у меня никогда не возникало такого ощущения я не понимал этого и я все время задавался вопросом почему кадры для меня совершенно одинаковые то есть я четко понимаю что все гонятся за вот этим персонажем ни у кого в руках ничего нет вот значит за мечом они и гонятся и неважно в каком направлении это будет но я пересмотрел эту сцену и увидел что да они двигаются по часовой стрелке по кругу они двигаются вперед но так я до сих пор этого не могу объяснить но если рассматривать как положено как этот кадр есть то здесь я смотрю на погоню на погоню за этим объектом если я так флипну то этой погоня не ощущается ощущается какое-то движение словно она вот этот вот персонаж ведет их ведет их за собой куда неважно то есть она лидер она лидер не столько как сама по себе да с этим мечом сколько лидер всей этой группы людей которые тоже движутся за ней это если воспринимать картинку слева направо но в то же время если я буду воспринимать картинку как положено как она есть как ее изначально в фильме показали то я вижу что эти гонятся за ней я не до конца еще понимаю всех этих художественных приемов но в целом я понял это именно так что общая композиция поставлена таким образом чтобы я как зритель ощутил что эти персонажи вот эта группа персонажей гонится за этим персонажем не наоборот то есть не не она ведет их всех за собой она не лидер она цель тоже очень интересное направление тоже задавался вопросом на тему что здесь изображено в плане художественных приемов и вообще не столько контекст да именно контекстная ситуация вообще я вижу большой огромный объект и направляющие направляющие даже вот это является какого-то рода в какой-то степени направляющий такая вот композиционная сцена прям стрелочка такая если обратить внимание вот так и посмотреть получается стрелочка если я сделаю отражение по горизонтали у меня остро меняются ощущения именно в этом положении я понимаю что они стремятся сюда и даже эта стрелка перестает работать в этом состоянии я вижу эту стрелку я я как бы ее и в том состоянии вижу да вот она так вот она меньше воспринимается как стрелка на мой взгляд как положено вот и смотрит на этот объект во многих катсценах как того же например ведьмака или файнал фэнтези я очень часто видел подобный кадр когда нас заставляли смотреть и в зависимости от того куда лежит наш путь если он лежал мимо какого-то объекта мы видели его примерно вот с такого ракурса если же он преграждал нам путь как в этом случае то есть он был целью нашего пути то я видел именно вот в таком ракурсе картинки я не помню досконально но мне кажется что это вот работает именно так восприятие кардинали меняется та же ситуация с часовой стрелкой что если мне флипнуть по горизонтали вот эту картинку ощущение меняется несмотря на то что здесь как такового направления особо нет но оно чувствуется оно чувствуется посредством вот таких направляющих задается перспективными линиями а здесь ритм ритм который подчеркивает движение вдоль причем здесь даже такое пустое пространство вот так если смотреть они двигаются туда вперед как будто бы вот так если смотреть они двигаются назад да потому что мы смотрим слева направо и как бы нас вот это пространство заставляет развернуться а эти люди идут напротив напротив этой самой цели идут на нас самого самого меня как зрителя разворачивают разворачивают вдоль вот этих вот выделяет этот объект и создавая движение и создавая движение не знаю почему это так но я воспринимаю это вот это вперед они сюда двигаются а это назад они идут вот сюда я понимаю это и контекстуально интуитивно и в то же время я понимаю что они потом этой же дорогой пойдут обратно но тут все достаточно четко и понятно вот они сюда пришли вот она их цель если я отражу эту картинку по горизонтали я увижу что вот эта штука таит в себе какую-то угрозу и они пришли на нее посмотреть и дальше они пойдут вот сюда ну то есть обойдут ее и пойдут дальше своей дорогой она не представляет для них никакого интереса просто ну посмотрели как на экспонат а вот так они пришли именно туда куда хотели потому что здесь идет такое расположение объектов здесь и здесь плюс контраст большого и маленького и это все подчеркивается направляющими которые четко говорят вот сюда вышли ребята здесь всякие разные детали которые все это дело подчеркивают тоже заставляя нас больше разглядывать этот объект но эти фигуры людей мы воспринимаем автоматически даже если центр композиции здесь где-то мы автоматически воспринимаем что а здесь фигуры б они смотрят сюда и ц этот объект то что им надо даже вне контекста достаточно очевидная такая штука но интересно интересно наблюдать за тем как это все отражается противостоянием борьба мне очень интересно было наблюдать за тем как я это все вижу потому что когда я по горизонтали отражаю я тут же воспринимаю картинку иначе оп я уже иначе воспринимаю оп уже иначе то есть изначально кадр вот такой мы четко понимаем что два человека один получает люлей другой эти люли раздает бесплатно но я не понимаю кому сопереживать этот объект более яркий и контрастный и расположен ближе к центру этот менее контрастный к тому же еще и в движении кадр замылен он темнее к тому же я воспринимаю это на уровне пятен что этот персонаж он тот за кого я болею но если я вот так поверну я буду думать что он ударил своего друга к этому персонажу у меня будет меньше агрессии меньше негативного впечатления я до конца опять же в этом не могу быть уверен но в целом ситуация такая здесь есть вот такая вот направляющая показывающая что человек вот этот вот развернулся ну не знаю точно ли она это показывает я просто знаю что этот человек развернулся чтобы ударить этого человека здесь вот такие вот направляющие целая рамка созданы для того чтобы подчеркнуть этот момент объяснить как художник пришел к этому выводу почему он решил показать именно так этот кадр я не знаю почему он не решил вот так показать этот кадр я не знаю но сейчас мне на ум приходит один ответ если я буду рассмотреть именно так то здесь этот персонаж меня пытается остановить он как препятствие здесь я ассоциирую себя с этим человеком если я буду рассматривать вот так то скорее всего вот оно и путь а это балласт ну опять же потому что я знаю я смотрел этот фильм но как еще иначе воспринять это я пока не знаю как как художник решил этот вопрос почему он решил именно так это изобразить но на всякий случай я буду иметь ввиду что данная ситуация данная композиция вполне имеет место быть в любом другой среде и она будет вот иметь вот такое вот значение что вот этот чувак дает звездюлей вот этому чуваку и этот не самый добрый а этот добрый и мы будем подчеркивать это как раз таки разницы в тоне и еще здесь будем добавлять светлые пятна здесь будем добавлять какую-то границу или что-то в этом духе направляющие будут подчеркивать вот это вот направление вот направляющие пятна будут создавать какой-то ритм причем обратите внимание что на фоне этого героя такая вот рамка и там что-то происходит свет на фоне этого героя только один источник света здесь какая-то темная штука и здесь темная штука это тоже я буду иметь ввиду когда буду пытаться что-то подобное создать этот кадр очень четко и очень мне понравился направляющие направляющие даже вот направляющие как стрелка показывает нам герою направляющие злодей потом злодей я рассматривайте картинки точки зрения иллюстрации то есть если я буду рисовать иллюстрации то я буду ориентироваться на кадры из фильмов потому что они наиболее интуитивно понятно вот так я разверну картинку и что я вижу я четко воспринимаю этого человека как злодея а девочку он заберет собой и там ее убьет а этого я воспринимаю более положительно потому что он первый то есть слева направо если считывать информацию центре у нас ствол ствол показывать назад назад во времени я буду воспринимать его как препятствие здесь же я не воспринимаю тут открытое достаточно пространство то есть вот он препятствие лежит очень интересный кадр та же битва положительный герой отрицательный отразил по горизонтали положительный герой отрицательный почему я так понял ну я воспринимаю именно так что слева направо да плюс он наиболее контрастный на самом деле это все нужно воспринимать именно без контекста вне контекста все таки вот этот персонаж будет главнее а наоборот вот этот вот вот еще точно такая же сцена движение вперед этот чувак преграждает нам путь мы воспринимаем его именно как в играх здесь обратная ситуация с этой стороны я чувствую угрозу потому что этот персонаж развернут от меня и он находится справа а этот персонаж находится слева я его слева направо считываю в первую очередь довольно довольно яркое он пятно в этом кадре и уже с этой стороны я чувствую угрозу если я отражу по горизонтали то этот персонаж уже будет восприниматься мною как злодей он получит по заслугам а это восставшая машина которая сейчас пойдет делать добро ну это вот так вот я увидел почему я это так увидел как вообще расположены персонажи уменьшение визуальное увеличение визуальное данном контексте если я буду рисовать например какую-то иллюстрацию показывающую такое противостояние то я здесь ему дам какой-нибудь меч здесь какие-нибудь доспехи злодейские черный плащ развивается какой-нибудь шлем ну вот и я четко буду понимать что а вот он злодей пришел за главным героем даже сюда ему какой-нибудь меч суну и вот эту сцену например полностью уберу вот эти вот направляющие какие-то левые ненужные я здесь какой-нибудь лес поставлю там или забор может быть даже подчеркнул направление к этому герою окружу и вот таким вот образом здесь будет восприниматься как препятствие здесь герой а нам нужно двигаться дальше и это препятствие будет пригождать нам путь и нам придется с этим что-то делать как-то воевать вот еще очень интересная ситуация кадр именно такой какой был в фильме мы знаем что это естественно положительный герой это отрицательный герой но как я понимаю что это отрицательный герой в кадре есть вот такая рамка давайте я попробую вот так вот сделать что я вижу я вижу естественное восприятие того что вот герой он идет прямо вперед а этот персонаж пригождает этому герою путь если я верну вот так как было то почему я воспринимаю этого персонажа как героя а этого как негативного персонажа ну во первых я буду воспринимать по объектам находящимся в центре этот объект черный черный воспринимается как либо угроза если вокруг цвета есть какие-то либо еще что-то грозовые облака в основном содержит такой темный оттенок здесь светлый объект темный объект светлый объект какие мужчина женщина окей здесь рамка который подчеркивает голову если допустим все загражу черным вот здесь вот допустим вот так вот ощущения будут совершенно другими я уже воспринимаю вот закрашиваю вот так вот как негативного персонажа а если здесь я продолжу вот этот цвет я уже больше буду сопереживать этому персонажу и уже иначе воспринимаю и теперь фликну по горизонтали я уже вижу что это злодей а это герой разница какая весьма ощутимо это как раз так из-за контраста светлого и темных пятен такая вот ситуация ну и последний столбик одиночество мне он нравится потому что он достаточно простой вся эта все это композиционное решение очень простое я очень быстро замечаю фигуру очень быстро воспринимаю вот эти объекты тем более что я вижу что они как ритм скорее всего где-то там продолжаются и где-то тут продолжаются я вижу такое радиальное направление на которого ты где-то вот как будто вот так вот она идет все радиально до вижу направляющие которые подчеркивают движение сюда вижу этот объект объект смотрит сюда он в такой позе достаточно закрытой я чувствую одиночество здесь огромное пространство пустое и вижу эти объекты и вот этот персонаж сидит и смотрит туда очень простое на самом деле решение очень простой кадр та же ситуация здесь об одиночестве но в то же время движение задает какой-то контекст дает нам понять что вот он сейчас куда-то сюда пойдет причем вот он мотоцикл этот и этот объект достаточно контрастно он выделяется здесь потому что здесь горизонт этот объект выделяется потому что он белый на достаточно темном фоне если я вокруг изменю фон и добавлю допустим какой-то ну просто закрашу и за это только мотоцикл ощущения уже изменяются я уже предполагаю что этот персонаж он шел всю дорогу вот так я верну мотоцикл я пойму что вот он приехал на мотоцикле сюда гора создает ощущение препятствия и он это препятствие сейчас должен преодолеть вот такая вот история а если я отразил по горизонтали вот этот объект то есть в данном случае я вижу что человек движется к горе здесь он возвращается к горе чтобы затем сесть на мотоцикл и уехать туда куда он собственно говоря собирался здесь ситуация чувак смотрит на свое прошлое или один из его видов ну то есть осматривает и пойдет дальше то есть его направление будет вот такое я это понимаю потому что тут достаточно открытое пространство если я отразил по горизонтали то мне будет представляться что его дальнейший путь будет вот сюда потому что такое восприятие у меня и уборщиства в принципе мы когда книжки читаем мы читаем от первых страниц до последний но чтение наше именно вот такое потому что слева направо ну и в целом здесь ситуация герой движется вот вперед вот центр от центра далеко достаточно находится объект который создает динамику динамику подъема что они не на самом начале пути но где нет может посередине что они двигаются двигаются вот сюда если я отражу это эту картинку по горизонтали я буду воспринимать что они двигаются за советом потом они пойдут вот сюда здесь очень интересное решение завышенный горизонт и движение вот так одинокая лошадь на ней человек и объекты движется вот так туда солнце является сигнальной точкой и вот этот объект является сигнальной точкой акцентом их связывать вот такое направление мы видим не перед лошади не лицо человека если бы ли человек шел на навстречу он во-первых был бы крупнее во вторых мы бы все равно каким-то образом подчеркнули бы этот путь и причем неважно с какой стороны мы это на это будем смотреть если я отражу эту картинку по горизонтали ощущение не изменится вообще никак мы все равно будем видеть это это направление если например вот так вот закрашу то исчезает путь исчезает направление мне нужно будет дорожку проложить какую-то но если я здесь нарисую какой-то объект вот он находится здесь я уже буду видеть что они идут сюда вот тоже кадр из дикого запада отразим по горизонтали что мы увидели так ее путь продолжается сюда а так вот сюда она просто развернется и пойдет дальше а это огромное темное пятно которое воспринимается мною лично как некий объект просто представляющий собой интерес возможно объект из прошлого я знаю сюжет сериала я понимаю что она просто пойдет дальше своим путем тут достаточно открытое пространство ничто нам не преграждает путь но если так то вот она пропасть она преграждает путь и мы стремимся дальше а дальше только пропасть вот она достаточно открытое пространство мне кажется что и нужны будут крылья чтобы это все дело перелететь и возможно она дальше будет уйти вот так сюда спускаться вниз такой вот контекст я вижу и мне неважно сам сюжет то есть вот ситуация именно такая тут очень интересно вот если допустим я сюда посмотрю здесь бэтмен взбирается на скалу опять же путь идет туда но в то же время он взбирается по скале и скорее всего он туда взберется там всем даст звездюлей а потом вернется это направление вверх направление вперед а если здесь то он туда сберется и пойдет дальше по своим делам попутно раздавая звездюля здесь очень интересный кадр тем что на переднем плане у нас том круз уходит а этот чувак на него не обращает внимание если я отражу по горизонтали то мне кажется что том круз сейчас развернется такой я забыл сказать вы дебил то есть вот такое вот восприятие и вот эти кстати линии очень интересные они не бросаются в глаза и в то же время они представляют собой некое объяснение окружения такую-то рамочку с где вот этот объект четкий считается силуэт очень хорошо и вот этот объект четкий очень хорошо читается ситуация если я вашему возьму и закрашу это все дело изменится ли ситуация нет но в то же время я буду воспринимать этого и этого персонажа одинаково важными одинаково контрастными одинаково добрыми что ли то есть относящимися к одной конкретной цели если я вот это все верну то я буду воспринимать четкую границу между этим персонажем и этим словно у них два разных мира и он возвращается в свой здесь из фильма а нет сериала это презентующий кадр который просто интересно поставлен как будто бы на другой планете может быть подчеркивание того что этот мир нереален во всяком случае нашей планете такого города нет тот кто снимал бэтмена он видимо просто напросто скопировал этот кадр или сам сам актер его скопировал интересно на самом деле движение воспринимается при этом как положено вперед в нашу сторону хорошо я рассмотрел все что хотел показал все что хотел рассказал все о чем хотел рассказать вопросы какие-то у меня остались открытыми если кому хочется чтобы я разобрался с композицией в цвете то просьба поддерживать лайками и комментариями если у вас какие-то вопросы есть тоже задавайте их в комментариях надеюсь в следующем видео я обязательно об этом расскажу то есть отвечу на все ваши вопросы и про цвет расскажу вот так что всем спасибо за внимание надеюсь вы досмотрели до конца